Приветствую вас! Сейчас будем учиться мыть грязные деньги. Понимаете какая ситуация? Вот вы часто пишите в комментариях, там мойка денег, говорите мойку денег, скажем вот так, высказывайте свои мнения. Я вижу, вы вообще не понимаете, что это такое. Не удивляйтесь. Но не только вы. Политики, боже, такую чушь несут, когда рассказывают про мойку денег. А вот эти псевдоэксперты, которые рассказывают про мою теневую экономику, мойку денег, видно что не бельмес, не в смысле, что это такое. Давайте я вам расскажу, во-первых, будете знать, как мыть деньги и в чем здесь изюминка. Давайте смотри. Да, действительно, слово мойка денег пошло действительно от реальной муки. Америка 20-х годов, сами знаете, сквозь закон, и мафиози неплохо зарабатывали на продаже спиртного. Шикарный день. Ну как-то хорошо, да, но наличные доллары. Размечтали. Понимаете, это когда, так, по мелочевке там, это хорошо. Но понимаете, когда держата пошли, возникает проблема. А как их инвестировать? То есть, ну вот смотрите, вы заработали, ну по тем временам, скажем, там, 10 тысяч долларов на торговле водочкой. Но вы же хотите за эти деньги что? Купить дом, купить, ну, знаешь, завод, купить акции, положить деньги в банк. А нельзя. Потому что еще в 20-е годы, если человек приходил, ну, говорит, я хочу купить завод. Да нет проблем, нет проблем, нет проблем. Скажи, где деньги взял? На торговле водкой нельзя, нельзя. Проблема, проблема. И тогда один из мафиози сделал такой трюк. У него была самая настоящая прачечная. И он начал выручку прачечной добавлять в день, который зарабатывал на торговлю водки. Ну, или спиртного. И, смотрите, выручка увеличивается. Он с этой выручки платит все налоги, обращаю ваше внимание, все налоги платит. Но у него легализуются деньги. Вот это он был выбеливать, отмывал грязные деньги. А потом за счет этих денег, да, приобретал заводы, фабрики, пароходы и так далее. Вот с этой пошел термин отмывания денег. Надо сказать, что этот первый, который придумал, долго не дожил. Там, во-первых, он немножко перестарался. Он начал слишком много выручки вносить. И, понимаете, на каком-то варианте, ну, попал в глаза, типа, странная какая-то прачечная. Такая сумасшедшая выручка. Ну, накрыли. А потом еще и друзья там. Тем более, эту практику тоже использовали другие. Ну, и на каком-то этапе уже, конечно, если прачечная показывала очень большую выручку, ее сразу хлопали и срывали. Понятное дело, что кроме торговли водкой, со временем, даже когда свой закон отменили, как бы мафия есть мафия. Наркотики, проституция, торговля оружия и так дальше. И вот тут возникает ситуация. Вы заработали на наркотиках, а как сделать так, чтобы их легализовать? Как их сделать так, чтобы отмыть? И вот действительно, если когда-то почитаете, ну, например, беретесь до учебников, или когда-то какие-то будут умные книги, то вы увидите, что с точки зрения международного классификатора отмывание денег подразумевается, что есть деньги, полученные преступным путем, преступниками. Они хотят их легализовать, то есть сделать легальными, чтобы инвестировать в экономику страны. А против этого выступает кто? Правильно. Смотрите, если я классический капиталист, ну, уже состоявшийся, мне конкуренты не нужны. Я очень плохо отношусь к тем молодым, азартным, которые заработали быстрее, которые хотят инвестировать. Нет, я таких пускать не буду. Практически в 20-х годах в Америке почему были против? Стоп, стоп, ребята, заработаешь сильные деньги. Зачем они нам нужны? Нельзя. И сейчас та же самая ситуация. Сейчас действительно, если посмотреть, вот Америка борется с отмыванием грязным, но они еще добавили финансирование терроризма. Вот представьте, на минуточку. Скажем так, один малый, который торгует наркотиками, даже давайте представим так, в Украине, который торгует наркотиками, заработал, потом он как идиот эти деньги хочет инвестировать для финансирования терроризмских организаций. Умой идиот вполне. Связи никакой. Да, теоретически можно сказать, но это Чельзова не стану. Короче, другими словами, вот есть некий такой глупость в глупости, но на сегодняшний момент он говорит, ну как же, конечно, дети, которые заработали на наркотиках, точно идут на финансирование революции. Но это все как бы международный классификатор. Да, действительно, с точки зрения международного классификатора, прежде всего борются, когда есть деньги, полученные преступным путем, чаще всего наличка, и как ее превратить без налички. И тут стоит масса преград, США, Европе, Китай и так далее, чтобы побывать. А у нас несколько по-другому. Интересно. У нас, наоборот, у нас хотят из налога сделать наличку. Но, понимаете, какая ситуация? Да, спорить не буду, другие страны мира тоже считаются это преступлением, когда вы не платите налоги. У нас это национальный хобби. Когда считается платить налоги стыдно, и вот тогда используется мойка денег. Хотя, с точки зрения формулировки, немножко неправильно. Это немножко наоборот. Но, ладно. Когда у нас говорят мойка денег, то это, прежде всего, ваше нежелание платить налоги. Ну, понятно, чаще всего, это когда у вас большие доходы, и когда у вас, к примеру, бизнес, вы налоги платить не хочешь. Для этого используется мойка денег. Самое классическое мойка денег, которое сейчас используется в Украине, это упрощается. Классика жанра. Ну, вы много раз, наверное, встречали, когда вы в интернет-магазине покупаете товар, и вы покупаете не в самом магазине, а через фоба. Причем, если вы будете покупать, ну, скажем, вот, даже ряд, ну, скажем, вы покупаете в том же самом магазине товар, ну, скажем, даже несколько штук, то вы увидите, что это вы купили в одного фоба, это в другом, а в этот в третьем. Как так? Вы же в магазине. Да нет, магазин это так. Да, действительно, классический вариант. На сегодняшний момент упрощенная система нового положения позволяет отмывать деньги, сильно даже не нарушая закон. Но вы знаете трюк, что если ваш оборот не превышает миллион гривен, НДС платить не надо. Значит, вы практически имеете возможность не платить НДС классическому экономику. То есть вы его не платите. Да, нельзя превысить. По этой причине действительно делают пулу прощенцев. Понятное дело, что эти люди ничего не продают, им как бы платят за услугу, и есть специальные, как бы, такие обученные балтера или финансисты, которые смотрят, что миллион не припрыгнут. То есть они набивают, набивают, так, о, все, флоп, следующий, следующий. Поэтому это причине действительно в одном магазине можно покупать в разный. То есть, грубо говоря, теоретически считается, что вы покупаете не в магазине, а покупаете в частных предпринимателях, которые за год продают товары меньшими наблюдами. Соответственно, на законных основаниях не платят НДС. Соответственно, если у вас этот пул, вы экономите 20%. Класс! Два! Действительно. Да, есть там варианты, когда усложняет ситуацию, используя, ну, это я рассказал про упрощенца второй группы. Есть ситуация, когда используют упрощенцы третьей группы. Наверное, вы знаете, что там есть операции, когда надо платить НДС и не надо платить НДС. Тоже такой вариант. Оформляет договора, прогоняет деньги. Некоторые, и всеответственно, НДС как-то не существует, там же можно заплатить, 5% НДС платить не надо. И дальше уже классическо мой анамс. То есть, другими словами, вы государству 5% отдали, за услуги отдали. А дальше называется с кэшили. То есть, другими словами, превратили их в наличку. Вот это рассказывает НДС. Хорошо? Вот такая информация, которая, ну как вам сказать, кому надо знать, а вам она не надо. Чаще всего, действительно, когда работает, то вы заказываете, прогоняете, ну то есть, вы заключаете договор с таким упрощенцем, платите ему за кит, чаще всего за услуги, ну чтобы сложнее было проверить. Классический вариант, это действительно услуги связанные с погрузкой, уборкой, классика. Вот как проверить услуги по уборке? Можно, ну, можно пожульничать, это и заниматься. Вы проплатили. Да, 5% он заплатил, ну нельзя не заплатить. А остальное, да, ну держался я процент, а дальше превратил в наличку. Соответственно, очень часто превратившую наличку, тут же он покупает доллар, отдает вам доллары за минусы своих расходов, себе оставляет процент. Да? Вот это у нас есть мойка. И действительно, у нас на сегодняшний момент основные мойщики это упрощенцы. Через их идет оборот. И вот, когда время-то время говорю, что, ребята, можно посмотреть, что на рынке происходит наличные валюты. Бывает такая ситуация, смотришь, в обмене какой-то интересный курс. То есть, ну, к примеру, условно, скупка сейчас, ну, скажем так, 27,8, а продажа 28,8. Сумасшедший, кто же будет, ну, это очень дорого, ну, очень. То есть, ну, может, конечно, кто-то там сказать, мне позарез, нужны доллары, осталось платить, но основном она сказать, да вы что, что это за курс? А там ситуация, что это обменник работает на вот этих. То есть, грубо, у него заказ набрать наличных долларов, потому что есть заказчик, который заберет все доллары, схлопнутся. Ну, вот так работает бизнес. Вот так это срабатывает. Ну, конечно, это еще не все. Вы что? Хорошо, а как можно взять и доллары, ну, вот у вас есть наличные доллары, вы отмыли, все как положено, а вы хотите положить в офшор? Есть так званый серый клирин. Ну, вы приходите, как бы, в офис, подаете наличные доллары и говорите, на какой счет вам нужно перечислить безналичные доллары. Смотрите, есть разные офшоры, чаще всего используются серые или черные офшоры, и ситуация следующая. Вы отдали здесь доллары, тут офис, а здесь ребята, которые находятся, у них есть офшоры, и у них безналичный платеж проводят со своего офшора на ваш офшор, и доллар остается здесь. Ну, тут возникает какая ситуация, бывает нюанс, когда вам наоборот, надо доллары получить здесь, тоже такое бывает, это процедура обратная. Вы со своего офшора перечисляете безналичные доллары на их офшор, приходите в их офис, и вам отдают наличные доллары. Вот это и серый клирин. Да, там бывает курс немножко двигается, но не так, как договориться, сюда-туда, но действительно так все работает. Такая ситуация срабатывает. Ну, это вообще-то, ну, можно звать отмывание денег, хотя, по большому счету, это ближе, конечно, ну, все-таки серый клирин. Все-таки. Раньше, да сейчас эта система тоже работает, хотя сложнее, дороже стоит. Когда вы делаете предоплату валюты за границу, чаще всего за услуги, а непосредственно услуги, которые вы не делаете, то есть вы подкладаете документы, подтверждающие, что это произошло. Почему, говорю, сложнее налоговое сильно проверяет. То есть, понимаете, вы эту операцию сделали, а она требует доказать, что это услуги были. Ну, смотрите, я проплатил за консалтинные услуги. Нет проблем, докажите. Ну, покажите, что вам такого проконсультировать, причем сказать, ну, мне там сказали, не пройдет. Нет, Ну, во-первых, кто? Во-вторых, если говорить, я проплатил за консалтинные услуги, налоговое попросит поинтересоваться, а сколько там сотрудников? Ну, что это за консалтинная компания? Тема наизвестна. Сейчас в плане, что интернет же есть. Если сказать, что, ну, какая-то компания в офшоре за Дриппеном, не пройдет. Хлопнуть от нема. По этой причине, да, действительно есть схемы более сложные, очень часто используют даже там транспортные услуги, как бухгалтер, атишные услуги, такой есть. Ну, делает действительно компания, действительно разгоняет, даже делает красивый сайт и так дальше. Чтобы действительно, когда вы проплачиваете, ну, можно было объяснить, что, вот видите, как компания заплатила такие деньги. Так что, такое тоже существует. Ну, еще раз говорю, раньше было проще. Раньше можно было так пульнуть, просто, а сейчас, конечно, налога за счет новых технологий, скажем так, может сильно помотать небо. По этой причине, тут уже, скажем так, есть то, что-то не работает, работает. Мало того, я время и время даже показываю, сколько действительно валюты за год ушло. А это очень легко посмотреть, ребята. Это, которую перечислили, а ни товара, ни услуг не поставили. Да, ушло. Такая ситуация есть. Такая действительность существует. Ну, в принципе, ничего такого здесь сложного нет. Налоговая борьба, тем более, это же много. Но победить не может. Но такая ситуация. И обратный вариант, когда действительно из-за границы перечисляются деньги на фирму, ну и, соответственно, вы же понимаете, что она приходится офшором. Такая ситуация. Сами по себе офшоры, когда говорят, вот поставляют металл в офшоры, или там мясо птицы, это не мойка некогда. Это не мойка. Не путайте. Мойка, это когда я заведомо, заведомо, не хочу платить налоги, и я, нарушая закон, нарушая закон, полностью нарушая. Хочу вот эти деньги переложить в офшоры. Вот это мойка. А когда у меня, я загружаю металл, руду, оно-то идет через офшоры, но за офшоры у меня идут обратно. Сырье, материалы, минеральные добрения. Это не мойка, это бизнес. Понимаете? Это причина еще офшор, сам по себе, здесь просто используется. В данной ситуации, когда действительно мои деньги, используют или черный, или серый офшор. Если мы говорим металл, руда, уголь, и так дальше, используют белый офшор. Черный, серый, не используют. Там просто платеж, платежи становятся. А вот это используют. Ну а теперь самое главное. Да, действительно, у нас больше всего, говорю, как бы, мою другую сторону. Если там, за границей, стараются наличные превратить безналичные, а у нас безналичные превратить наличные. Вот такая. Но на сегодняшний момент действительно сейчас сформируется, уже даже сформировался такой класс богатых людей, у которых такая же самая проблема, как американских мафиози 20-х годов. Но там немножко другая ситуация. Вот человеку есть деньги в офшоре. Да, он там, так или иначе, у него там держата есть. Но серый офшор, или даже черный. Он говорит, знаешь, а я хочу, чтобы у меня был в белом офшоре. И говорит, желательно даже не в офшоре, а на расчетном счете. Почему? Ну, во-первых, я хочу, чтобы я мог спокойно покупать за эти деньги заводы, пароходы там, на западе. Ну что, понимаете, если вы покупаете какую-то стоящую вещь, просто, вам задают вопросы, где вы взяли деньги? Вы просто так сказать, ой, извините, я тут мешок денег принес, не пройдет. А если, ну, представьте, у вас же не один миллион, а миллионы. и вы хотите купить там особнячок, яхты, то, что себе, заводик, вам нужно эти деньги вот тут как раз выбили. То есть, у вас есть офшор, на офшоре есть деньги, давайте скажем, там, сто миллионов. Но беда в том, что с серого офшора вы не можете, не можете нормально, ну, как бы, покупать товары и в США, и в Японии. А тут вы все померли. То есть, вы не можете, то есть, вы как бы получаете такой изгой. Вы так прячетесь. По этой причине вам надо их выбрить. И тут действительно появляется такая услуга, которую можно так и назвать мойка денег. Когда с помощью специальных технологий делают так, когда задают вопрос вам, где вы взяли деньги, и говорите, заработал на фондовом рынке, вот и зря. И тогда действительно вы открываете счет в очень солидном немецком, швейцарском, голландском, французском банке. Да, да, да. Бывает скандал, бывает. Они участвуют в этих процессах, уже поняли. И с помощью определенных финансовых операций делается такой нюанс, что вы можете из своего серого офшора причистить деньги на ваш счет, впоследствии эти деньги считаются белыми. Уже белый, пухнастый, честный. Но это касается больше таких людей, которые уже смотрят будущее. То есть действительно люди 21 века. Потому что у нас, конечно, большая часть смойки в Украине это с безнала загнать в наличку. Классика жанра. С безнала загнали в наличку. Купили контрабанду. Продали. По ряду обстоятельств пришлось принять безналичный платеж. Значит, обратно загоняем в наличку, опять конвертируем в доллары, опять покупаем контрабанду. Прогнали. Опять конвертируем, прогнали. Да, такой бизнес. Вот такая ситуация. Что есть, то есть, ребята. Поняли, что такое мое? Не будете рассказывать всякие глупости. Благодарю за внимание. Пока. Продолжение следует...